Добрый день. Я хочу вам представить уже дорогого, близкого нам человека, друга нашей библиотеки, нас всех с вами, это Екатерина Юрьевна Гениева. Мы уже говорили и о Лермонтве, о шотландских корнях этого великого поэта и писателя. Мы прекрасно помним рассказ, это была прекрасная совершенно беседа о Шекспире, этот чудесный подарок, который Екатерина Юрьевна сделала нам перед Новым годом, прошлым. И, естественно, хочу напомнить вам о той встрече, которая состоялась у нас уже больше года назад, когда мы начали наш цикл, посвященный английской литературе, с Чарльза Диккенса «Рождественская песня». Сегодня у нас разговор пойдет о непростом писателе и весьма непростой книге, поэтому и название нашей встречи было такое необыкновенное. Сначала мы позиционировали «Русская одиссея» Джеймса Джойса, но решили поговорить о более сетверситете, наверное, главное произведение Джеймса Джойса. И я хочу представить вам Екатерину Юрьевну, ее взгляд. И, естественно, я надеюсь, что вы расскажете еще и о своей книге, Екатерина Юрьевна. Спасибо. Спасибо большое. Во-первых, доброе утро. Хотя оно какое-то странное, хоть на дворе весна, идет снег, но погода, как известно, у нее свои правила. Вы знаете, сегодня вот передо мной, да, наверное, перед нами вообще стоит довольно сложная задача, много сложнее, чем она была, когда мы говорили о Лермонтове, когда мы говорили о Шекспире, потому что мы обращаемся к книге, которая действительно вызывает такое количество кривотолков, размышлений в мировой литературе. Действительно, первоначально мы думали, не поговорить ли о такой российской судьбе Джеймса Джойса. И если на эту тему будут вопросы, все, что я знаю по этому поводу, я с удовольствием этими мыслями поделюсь. Но потом, подумав, я решила, что, может быть, особенно все-таки приближаясь к 16 июня, 16 июня тоже довольно скоро, то есть это знаменитый Блумсдей, который всегда отмечается в Ирландии, в Дублине, теперь уже начинает отмечаться и в других странах. И будучи довольно близко от Дня Святого Патрика, что март месяц, вот, тем не менее, мы решили, что мы выберем Улиса. Я очень рада, что вот висит этот, я очень люблю это изображение Джеймса Джойса. Мы со Светланой Сергеевной принесли, по-моему, 6 или 7 книг, больше мы не смогли принести. Это книга, которую я издала 2 года тому назад, по-моему, или 3 года тому назад. И передо мной стояла задача, которую я постараюсь выполнить и сегодня, если у меня получится. Я, когда писала эту книгу, моя главная задача была рассказать о невероятно сложном материале простыми, нормальными, если вы позволите сказать, человеческими словами. Я не знаю, насколько мне это удалось, потому что говорить об Улисе, еще такой сложной, литературоведческой, современной, иногда плохо перевариваемой вокабулярной техникой, это вообще по отношению к читателю дело совершенно уже такое гиблое. И на самом деле то, что я хочу представить сегодня вашему вниманию, это тоже моя попытка рассказать о невероятно сложном романе, но насколько возможно такими доступными человеческими словами. Я не убеждена, что у меня это получится, но вот давайте попробуем. А заглавила я тему нашего сегодняшнего встречи – книга, которую нельзя прочитать. Ну, как вы понимаете, в год литературы – это довольно дерзко, представить внимание у слушателей тему книга, которую нельзя прочитать, многоточие, и без которой невозможно представить себе литературу XX века. Вот такое сочетание. Нет и да, такая сцилла и хорибда. Сегодня, наверное, ни у кого не возникает сомнений в том, что роман Джеймса Джойса «Улисс» – это одно из значительных произведений мировой литературы. Прошло время, а я его очень хорошо помню, даже на своем опыте, когда роман подвергался преследованиям цензуры в Соединенных Штатах. Прошло время, когда его осуждали в Западной Европе и в Советском Союзе. Сегодня «Улисс» переведен на многие языки мира, его свободно можно купить в книжных магазинах, и, в общем, нет никакой необходимости защищать ни его автора, ни издателей, ни переводчиков. Трудно перечислить всех тех писателей, которые в той или иной степени испытали влияние Джойса. У него тысячи последователей во всех странах, и даже те авторы, которым его творческая манера остается чужда, признают его значение. Как, например, английский писатель Джон Бойтон Присли, который как-то с нескрываемым раздражением воскликнул. Покажите мне хотя бы одного писателя, который бы не знал Джойса. Скоро, на самом деле очень скоро, в 2022 году мир будет праздновать столетие выхода «Свет Улиса» как одного из шедевров художественной культуры и, конечно, значимой веки в истории модернизма. Исследования, посвященные Улиссу, насчитывают десятки тысяч и сами уже составляют целые библиотеки, а литературоведов, занимающихся Джойсом, едва ли не больше, чем пушкинистов и жекспироведов. Многочисленные интерпретации этого романа. Властолкование Улиса на протяжении XX века попробовали себя без исключения все литературоведческие школы, начиная от традиционных и кончая школами, которые мы знаем как школы деконструктивизма. И порою возникает ощущение, что про роман уже всё сказано, всё разжёвано и пережёвано. Однако это впечатление обманчиво. В отличие от многих произведений, которые удостоились столь заинтересованного внимания читателей и критики, Улисс знаменит по-особому. И первое, на что, наверное, стоит обратить внимание – факт тоже всеми отмечавшийся и ставший уже давно таким общим местом, что самые именитые читатели совершенно искренне и без всякого стеснения признаются, что не смогли дочитать роман до конца. Что же говорить про нас, грешных? Таких читателей тысячи. И чтобы не перечислять слишком многих, давайте упомянем хотя бы такого поэта, который был тоже ирландцем, как Уильям Батлер Йейтс, как Матисс, который даже взялся за то, чтобы нарисовать иллюстрации к Джойсу, как Мандельштам, его очень интересный разговор с Анной Андреевной Ахматовой по этому поводу, и даже Борхес, и даже Борхес, великий библиотекарь, великий книгачей, великий книгоман Борхес. Признавать великую книгу, которую нельзя допрочитать до конца, это по всем меркам дело экстравагантное и в какой-то мере, в общем-то, скандальное. И тем не менее, это так. В истории литературы, правда, как мне кажется, имеются некоторые аналоги. Известно примеру, что визитной карточкой божественной комедии 750 лет, юбилей великого Данте, является анекдотический афоризм. «Слава Данте прибудет в веках, ибо его не читают». Сходную репутацию имеет и Гаргантюа, и Пантагуриэль Хабле. Но оба этих великих произведения от нас отстоят уже довольно далеко, что в известной степени оправдывает их читателей. Хотя можно отметить и внутреннее родство этих шедевров и книги Джойса. Все они рисуют гигантскую, космогоническую модель мира. Все они наполнены множеством намеков и аллюзий на обстоятельства политической жизни, требующие глубокого погружения в реалии или эпохи для будущих поколений читателей. Все они положили в основу своего сюжета путешествия. Кроме всего прочего, все это образцы творчества, новаторского для своих эпох, ломающего шаблоны восприятия. И все же есть в Улиссе нечто такое, что отделяет его и от этих произведений. Сама его структура, язык, манера повествования как бы подводят нас к некоему пределу, за которым кончается та литература, которая на протяжении столетий понимала и ценила читающая публика. Давайте постараемся разобраться, если сможем. В чем же тут дело? Мегастральный путь развития европейской литературы в известном упрощении можно разделить на два этапа. Традиционалистский и нового времени. Первый охватывает огромный период с времен выделения литературы как особого вида искусства и с первоначальной синкретической хореей вплоть до эпохи романтизма. В самом общем виде его можно охарактеризовать как период монологической литературы, опиравшийся на представление о мире как едином, нерасчленённом духовном пространстве, имевшем ценностное ядро, мире, где можно было провести довольно чёткие границы между добром и злом, между правдой и недолженным бытием. И древнегреческая трагедия, и лирика Турбадуров, и литература эпохи Возрождения, и драматургия классицизма и просвещения не подрывали основ общего мировидения, делая предметов подражания некий идеальный эйдос, изображая всякое отхождение от него как комическое или трагическое отклонение. В подобном литературном космосе существовала строгая иерархия жанров, вместо каждого из которых было узаконено, а правила, по которым строились различные произведения, заранее определены. Канон, традиция, иерархия – вот три кита традиционалистской литературы, которая дала миру множество шедевров от эпохальных эпосов до лирики и романов. В XIX веке возникает совершенно особая ситуация, когда вот эта традиционалистская литература начинает постепенно разрушаться, утрачивая вековые контуры и очертания. Первый гвоздь в гроб старой литературы вбили, конечно же, романтики, которые остро ощущали те путы, которые накладывали на развитие литературы традиционные предоставления о её смысле и призначении. Именно романтики обнаружили фундаментальный разрыв между реальной жизнью и мифами о ней, которые в большом количестве производили печати писателей всех стилей и всех направлений. Именно романтики, сделав ставку на индивидуальное, а не коллективное сознание, почувствовали враждебность личности и социума, обнаружили то самое двоемирие, которое было немедленно воспроизведено в огромном числе поэм и романов от Байрона до Лермонтова, и, как это часто бывает, скоро само превратилось в литературный штамп. Признав самоценность индивида и его точки зрения на мир, романтизм не остановился на этом и сделал ещё один шаг. Признал права другого, а, следовательно, всех. Если значим мир отдельного человека, а людей много, то значим мир каждого из них. Такая незатейливая, на первый взгляд, логика подрывала самые основы всякой мифологии и монологических жанров – единой, неделимой, господствующей правды о мире. Она постулировала не только разобщённость и фрагментарность мира, она постулировала, что очень важно, его принципиальную многозначность, которая отныне надлежала изображать настоящей литературе, коль скоро она не желала опуститься до примитивного уровня массового сознания свой неизбежными сюжетными клише и финализмом сказок для взрослых. Однако со способами изображения стали возникать проблемы. И ни у одного романтизма как сердцу высказать себя другому, как понять тебя. Эта знаменитая фраза Тютчева может служить лозунгом всей новой литературы. Как сердцу высказать себя другому, как понять тебя. Если нет прежних критериев, продиктованных канонов, где найти иные, которые помогли бы адекватно передать сложные меры внутренней жизни и ощущений каждого индивидуального сознания. Старые методы отчётливо для этого не годились. Поэтому изобретали новое, разрушая сложившуюся систему жанров и самые основы слова творчества. Однако вся литература, на какие бы течения и направления она не делилась, была озабочена одной проблемой – поиской свежего и неповторимого литературного языка. Свои, как оказалось впоследствии, временные решения находил каждый вновь возникающий изм. К ним относятся и озарение Артура Рэмбо, и метафизическая герменевтика Маларме, и внешние жизнеподобия критического реализма, и обнажённые приёмы натуральной школы, и автоматическое письмо сюрреалистов, и дальше можно бесконечно продолжать этот список. Со временем в этом ряду оказался и Улис Джойса. Его слово в литературе, как мы увидим, может быть, дальше, с одной стороны подытожило эти искания, а с другой открыло совершенно иные перспективы и измерения, одновременно победоносные и одновременно трагические. Чтобы понять тот способ литературного изображения, который предложил Джойс, наверное, следует обратить внимание на некоторые особенности его восприятия. Известно, что в юности Джойс, воспитанный в езуитских учебных учреждениях, которые отличались очень строгими нравами, испытал глубокий мировоззренческий кризис, столкнувшись с ложью, жестокостью священнослужителей, что бывает часто, и он потерял веру. Более того, он решительно отринул все запреты, ранее налагавшиеся на него, нарочито, демонстративно выпустил на свободу свое материальное естество. Вместе с своим младшим братом, Станиславом, они настолько переусердствовали в новом решении, что на просьбу умирающей матери о молитве и исповеди около ее смертельного адра ответили отказом. Джойс поставил свою вновь обретенную духовную свободу выше последней просьбы, последнего утешения матери, пишет такими словами об этом Владимир Набоков. Всю оставшуюся жизнь он нес в себе это раскаяние и вместе с тем продолжал отвергать общественные устои, видя их лицемерие и условность. Потеряв Бога, Джойс обрел трезвое, как ему казалось, и пронзительное видение реальности, которое позволило ему, как ему казалось, без шор и розовых очков смотреться в себя и в окружающий мир. Формирование особой восприимчивости Джойса способствовало также и врожденный недуг, который не очень хорошо виден на этой фотографии, но можно себе это представить. Широко известно, что с детства он отличался очень слабым зрением, которое со временем переродилось в заболевание, практически приведшее его под конец жизни и к слепоте. Но как бы предвиде это, природа наградила Джойса абсолютным слухом, музыкальным, и что еще более существенно в данном случае, лингвистическим. Он с детства не только хорошо пел, но и слышал внутренний язык каждой вещи. Мир Джойса это прежде всего и преимущественно мир звуков, шума, музыки природы, человеческих голосов. Если зрительные образы для него скорее умозрительны и связаны с рациональным началом, поскольку для того, чтобы разглядеть, ему приходилось сделать очень значительные усилия, то образы звуковые были для него столь агроганичны, что напрямую взаимодействовали с подсознанием, эмоциональной сферой, где легко сопрягаются интуитивные смыслы и рождаются аллюзии. Вот это слово произнесено подсознание. То, что Джойс был способен мыслить звуком, несомненно, повлияло на его лингвистический дар. Он легко усваивал языки, ощущал пленительный звуковой рисунок каждого, совершенно естественно слышал этимологию каждого слова, и это наполняло его существование неизъяснимым блаженством. Используя выражение писателя Сурсу Легуин, можно сказать, что Джойс обладал уникальным даром слышать истинную речь, а также врождённой и усиленной постоянными занятиями языковой компетенции, которые наделены в мире на самом деле только маленькие дети, когда учатся говорить, и редкие лингвистические гении типа нашего писателя Гончарова, но об этом отдельно. Не столь уникальным, однако не менее значимым в жизни Джойса обстоятельством оказалось и то, что он рано покинул родину и две трети жизни прожил в разных странах, нигде не обретя корней. Именно в Европе он получил работу и признание, тогда как родная Ирландия была столь консервативна, что стала едва ли не последней страной в мире, которая реабилитировала у Лиса, да и то лишь спустя много лет после смерти его создателя. Так что подобно Гамлету Джойс мог назвать своё отечество для себя тюрьмой. Как бы то ни было, Джойс мог был настоящим гражданином мира, таким перекати-полем, существовавшим в том пространстве между государствами, которое позволяло ему с одинаковой лёгкостью воспринимать обычаи различных стран и так же легко отстраняться от любой национальной ограниченности. Таким образом, неверие, слепота и изгнанничество породили довольно редкий сплав. То пограничное, насмешливое и углублённое в себя духовное состояние, которое легко оперирует разными измерениями физическими, ментальными и чувственными, которое находится на грани миров, лишь соприкасающихся краями, ни одному из них не принадлежа безраздельно. Вот именно этот духовный сплав в муках и в наслаждении семь долгих лет рождал Улиса. По словам того же Борхеса, Джойс, цитата, «Как мало кто другой, не просто литератор, он целая литература, а Улис уникальное произведение, где дни всех времён таятся в дне едином, со времени, когда его исток означил Бог». Тот же Борхес. Как мы уже знаем, такие произведения, тяготеющие к построению гигантской метафизической модели мира, они довольно редки, но не уникальны. Поэтому гораздо интереснее сюжета Улиса, изображающего бесконечное путешествие по миру трёх основных персонажей романа, оказывается то, как этот сюжет изображён. Выясняем и увидим, что мифологическая схема лишь каркас, внешняя основа, которая худо-бедно скрепляет повествования, которые по мере развития обретают свою жизнь в гигантском количестве скрытых цитат, аллюзий, перекличек, поворотов, уводящих далеко от стандартного маршрута, так что читатель очень скоро теряет путеводную нить. и здесь возможны различные варианты. Первый бросает чтение, пробует пробраться через частокол неизвестных и непонятных фактов, прибегая к многочисленным комментариям, пролистывает несколько страниц, чтобы найти внятное продолжение, ну и так далее, и так далее. Да, редкий читатель при таком подходе к чтению доберется хотя бы до середины улиса. И уж совсем извращенный ум, испытывая возрастающие недоумения, упорно будет читать роман до конца. Наконец, читатель поймет, что обманулся в своих ожиданиях, и с гневом, и досадой отложит неподатливый текст в сторону, более к нему не возвращаясь. Все упрёки, конечно, кому? К автору. Ваш роман трудно читать. На столь стандартное читателе Улиса восклицание Джойс не раз невозмутимо отвечал. Вам трудно читать, а мне трудно было писать. Разговор закончен так и не начавшись. Причина, однако, не в тексте. Причина в установке читателя, глубоко укоренённой и неосознаваемой. Найти в произведении нечто знакомое и привычное, но искать традиционного хода вещей в Улисе не имеет ровным счётом никакого смысла. Его, наверное, следует читать совсем иначе. Раскрепостить воображение, откинуть в сторону шаблонные ожидания и погрузиться не в себя, а в текст, полюбив его, как его любил сам Джойс. И тогда текст, как волшебная шкатулка, откроется невиданными богатствами и красотами, в особенности, если читатель хорошо владеет английским языком. Дегустируя каждое слово, каждое предложение, каждую цитату, стиль каждого эпизода Улиса, отдавшись на волю этой словесной стихии, то обволакивающей, то завораживающей, то язвительно насмешливой, то нагло напористой, то пронзительно нежной и застенчивой. Читатель уже не думает о приключении героев, которые занимали его в иных произведениях. Он вдруг осознает, что само приключение языка в этом странном тексте занимает гораздо более важное место, чем сюжетное повествование. Он начинает слышать различные голоса текста, его смех и слезы, его желания и надежды, его вкратчивый шепот. И вот уже эти звуки, пробудив в нем собственные ассоциации, собственные смутные надежды, доходят до сознания. Он начинает понимать, что автор не заманил его в заранее сконструированную клетку, где он встретит привычных героев в привычных литературных обстоятельствах, которых на самом деле не так уж и много в мировой литературе. И темы, и типы персонажей давно классифицированы и обыграны в конечном количестве сюжетных ходов и интриг. Взамен этого суррогата Джойс предлагает гораздо больше целую вселенную человеческих смыслов, разноголосую, но необычайно привлекательную в своем многообразии. Он предлагает прослушать каждый голос в отдельности, он предлагает обсудить это удовольствие вместе, он пробуждает наконец наше спящее сознание, которое, отталкиваясь от предложенных образов ассоциаций, вызовет к жизни новые смыслы, рождающиеся уже не у автора, а у нас, у читателя. Джойс делает читателя сотворцом своего произведения и наслаждается всем процессом чтения вместе с ним. И в какой-то момент читатель вдруг поймет, что у Лис ничто иное, как образная и довольно точная имитация процесса нашего мышления. Ведь мы все мыслим как раз вот таким образом, ассоциативным, с перебивами, с отступлениями, с внезапными озарениями и внезапным забыванием, прерывисто, дискретно. И лишь насквозь условная реальность литература приучила нас к неестественной сковывающей линейности, к жесткой логике причин и следствий, а Джойс нам дарит исконно присущие нашему мышлению свободу. Поняв наконец то, что изображает в своем романе Джойс, читатель, вероятно, тут же поймет и как он это делает. В особенности это поймет современный читатель, знакомый с интернетом. ведь у ЛИС ничто иное как гипертекст, с которым каждодневно имеет дело каждый пользователь сети. Отправляясь из какого-то конкретного места, переходя от ссылки к ссылке, он постепенно втягивается в бесконечное путешествие по библиотекам, документам, цитатам, новостным лентам, блогам, сетевым сообществам, форумам. Попадая в интернет, каждый пользователь заранее знает, что погружается в беспредельную вселенную различных дискурсов, что поиски в этом пространстве никогда не закончатся, что он не вычерпывает этого моря до конца. И его пользователя это не смущает. Так почему же не отнестись подобным образом и к произведению Джойса? Ведь что, как немножество стилистических разнородных текстов, связанных ассоциативной логикой, представляет собой Улисс? И исследователи давно отметили тот факт, что помимо традиционного, прозрачного и логичного стиля, которым написано преимущественно первые эпизоды, помимо знаменитого потока сознания Молли Блум в Улиссе, можно насчитать несколько десятков различных дискурсов, стиль прессы, канцелярский язык, профессиональные жаргоны, язык политических партий и, наконец, пародии на едва ли не все стилевые и жанровые манеры мировой литературы. Цель Джойса показать языковой Вавилон, многоликое лицо человеческого разноречия, на котором, как он считал, зиждится мир. Он выявляет особенности каждого стиля, сталкивает их на одной площадке, заставляет играть гранями на фоне друг друга, пародийно заостряя характерные особенности или давая излиться свободным потоком. Ни одному из этих языков он не отдает предпочтения. Всем представляет трибуну. Именно такое произведение считал Бахтин венцом романного жанра. Он видел его многожанровым, многостильным, беспощадно критическим, трезво насмешливым, отражающим всю полноту разноречия и разноголосицы культура, народа, эпохи. О таком же феномене литературы, называя его интертекстом, писала знаменитая, очень важная современная исследовательница Юлия Кристева. А классическое его описание дал своей книге Ролан Барт. Такой идеальный текст пронизан сетью бесчисленных переплетающихся между собой внутренних ходов, не имеющих друг к другу никакого отношения и даже власти друг на другом. Этот текст является галактику означающих, а не структуру означаемых. У него нет начала, он обратим. В него можно вступить через множество ходов, но ни один из которых нельзя признать главным. Вереница мобилизуемых кодов теряется в бесконечной дали. Однако, создавая такой текст, впитавший принцип языковой всеядности и толерантности, а значит и неизбежного релятивизма, Джойс подводит литературу к опасному порогу, за которым открывается бездна. Опасность заключается в том, что бесконечность самого языка, изображаемая в литературе, делает ненужным такое фундаментальное понятие, как автор. В самом деле, на протяжении веков автор предавал словесной стихии стройность, подчинял ее течению своему замыслу, видимо, в этом свое главное предназначение. Таким автором был и древний Пит, получавший творческий заказ и вдохновение от божества. Таким автором является и современный писатель, руководствующий субъективной творческой волей. Однако, когда их текст начинает строиться как мозаичный и принципиально многозначный, говорящий уже не благодаря, а во многом помимо автора, говорящий больше, чем хочет сказать автор, вовлекающий в процесс становления смыслов читателя, который становится полноправным с автором, такой текст по сути отвергает своего создателя, такой текст разрушает и само понятие литературы. Страшноватым примером грядущего текста, приходящего на смену традиционному литературному произведению, может, с моей точки зрения служить образ океана в Солярисе Станислава Лема, коллективно бессознательная память человечества, участвующая в процессе смысла порождения. Более близкие примеры мы можем наблюдать в том же интернете, эти знаменитые сетевые романы, которые пишутся сразу несколькими читателями авторами текста, каждым по своему разумению. Это та же Википедия, создаваемая коллективными усилиями тысяч пользователей, имеющих возможность в любой момент не только дополнить сведения, добытые предшественниками, но изменить их, перетолковать, да и попросту зачеркнуть. Джойс несомненно осознавал эту проблему, более того, показал ее логический конец. Улис это последний из шедевров высокой авторской литературы, где замысел писателя еще не утратил своего значения, однако вслед ему, этому замыслу, нашедшему русло для излияния стихийной словесной лавины уже грядут поминки по Финегану, где именно языку и уже не автору полностью принадлежит текстовое пространство, где язык правит свой собственный пир, ищет собственных оснований, владит собственных детей, становясь все более эзотеричным, все менее и менее внятным. Человеческое сознание, когда-то обретшее логос как мощное средство общения, постепенно утопает здесь в бесконечных коммуникационных шумах, все более и более походящих на естественные шумы самой природы. Волн, шум ветра, шуршание листопада. Да, все это чарует ухо, но абсолютно бессмысленно. И так оказывается, что лишенное смыслового центра многозначе рано или поздно оборачивается своей противоположностью, полным отсутствием смысла. Для писателя, осознавшего этот предел, остается два выхода. Первый – молчание. Его предпочел, как мы знаем, Артур Рэмбо, исчерпав возможности языка, он сменил профессию и никогда не жалел о сделанном выборе. Второй выход – это отказ от поисков абсолюта и возвращение к истокам, к началу поисков. Этот путь гораздо более сложен, чем первый, и вовсе не столь конформичен, как может показаться на первый взгляд. Его прекрасно описал в своем известном стихотворении Борис Леонидович Пастернак «В родстве со всем, что есть уверясь и знаясь будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту». В родстве что всем, что есть уверясь и знаясь будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Этот путь выбрал Александр Сергеевич Пушкин, когда сменил поэзию на прозу. Его, как мы полагаем, намечал для себя и Джойс, когда уже после Улиса, в разгар работы над поминками по Финнигану, он написал кристально ясное, простое стихотворение, посвящённое внуку, которое называется «Эсса Пуэр» – «Всем младенец». Характерно и то, что лучшим произведением мировой литературы именно в это же время Джойсом произнесённое он считал незатейливую лаконичную притчу Льва Николаевича Толстого «Сколько земли человеку надо». Однако это всё только моя гипотеза. А в историю культуры вошёл именно Улисс. Книга, которую нельзя прочитать, и без которой нельзя себе представить литературу XX века. Вместе с Джойсом, увидевшим в бесконечном путешествии языка, последнюю возможность отдать дань литературе и проститься с нею, смутно надеясь, что, может быть, новое тысячелетие, в котором мы с вами и находимся, откроет перед человеком иные возможности словесного самовыражения. Вот такой текст я подготовила вашему вниманию. Я абсолютно, как вы понимаете, не претендую ни на какую истину в последней инстанции. Могу сказать, что, занимаясь Джойсом более, страшно сказать, 40 лет, я не убеждена, что до конца, ну это вообще такое смелое заявление, я могу претендовать на то, что я понимаю многие повороты его творческой мысли. В моём восприятии и в том, что я предложила вашему вниманию, мне гораздо было бы проще рассказать, про что вроде как этот роман, про что он, и подумать, какие там есть автобиографические моменты и так далее, и так далее, все эти страсти вокруг потока сознания Молли Блум. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы, как, скажем, издавался русский Улисс, это тоже целая эпопея. Но, наверное, где-то подсознательно во мне всегда звучала фраза Максима Горького, из его знаменитого письма, которое, конечно, вы сейчас сразу узнаете, к Антону Павловичу Чехову по отношению к его даме с собачкой. Вы, наверное, помните, что это за письмо. И цитата, на мой взгляд, очень важная для понимания литературного, не только процесса, но и литературного предела. «Знаете ли, что вы делаете?» пишет Максим Горький и Антон Павлович Чехов. Вы убиваете реализм. Никто после вас не может идти дальше по этому пути. Сходство, на самом деле, очень большое, потому что рассказы Джойса Дублинса абсолютно чеховские, абсолютно понятные, легко читаемые, вменяемые. Они нас подводят к тому же пределу, за которым начинается то, что не суждено было в полной мере изобразить Чехову, хотя он к этому тоже приблизился, и что в полной мере изобразил Джойс в своем улице. Вот на этом я закончу. И буду очень рада, если вы мне зададите какие-то вопросы. Если у кого-то есть, Машенька, если есть какие-то вопросы, касающиеся... Пожалуйста. Да, Марьяночка, пожалуйста. Екатерина Юрьевна, я просто знаю, что вы столько лет изучали самого Джойса, и именно у Лисса. Но вот хотелось бы... У меня два вопроса. Первый вопрос о переводах. Дело все в том, что от перевода зависит очень много. К сожалению, я не могла на английском прочитать. Страшно... Ну, конечно, но страшно ждала, когда выйдет, наконец. И первый раз там в 89-м или в 90-м году, когда он появился в иностранке, уже было очень трудно читаться, но это был другой перевод, чем сейчас. Сейчас перевод Хоружева. Насколько... А я знаю, что был еще перевод Игоря Романовича, о котором вы можете тоже, если можно рассказать. Но вот насколько от перевода зависит восприятие и от... Спасибо. Здесь несколько... Спасибо большое. Здесь несколько вопросов. И все они такие довольно объемные. Одна из причин, почему, будучи студенткой 4-го курса Московского государственного университета, я, ну, наверное, так можно сказать, минуту помутнения рассудка, о чем мне говорили многие мои научные руководители, решила заняться... Понимаете, какие это годы? Это значит... Это, соответственно, 66-й год. Очень подходящее время заниматься Джойсом в нашей действительности. Одна из причин была внутренняя. Игорь Константинович Романович, он мой дядя. Он был действительно одним из первых переводчиков Джойса с весьма трагической судьбой. Он был арестован в соответствующие годы по обвинению в космополитизме. Он был переводчиком Лоренца, Эзре Паунда. Джойса принадлежал к этому замечательному, знаменитому первому переводческому объединению Ивана Кашкина. Его арестовали ровно за это. Он погиб от голода в лагере под Рыбинском. Его могилы нет. Его переводы до сих пор находятся в соответствующих архивных местах. Мы пытались их получить. Но, в общем, понимаете, это даже не столь существенно, потому что то, что печаталось в журнале «Интернациональная литература», который уже давно превратился библиографическую редкость. Это и есть переводы, прежде всего, Игоря Константиновича Романовича, вот этого первого переводческого объединения Ивана Кашкина, из которого вышла вся плеяда наших лучших переводчиков с английского языка. Как вы понимаете, он работал в отличие от других переводчиков, к которым я сейчас перейду, без вот этих тонны комментариев, разъяснений, толкований. Он следовал действительно своему хорошему очень знанию английскому языка и своему интуитивному переводческому дару. Поэтому, когда начинаются всякие обвинения, что там много неточностей, конечно, по сравнению с тем, что можно сделать сейчас, они естественны этой неточности. Но вот эта тональность, вот это ощущение, о которой я пыталась говорить, Джойса, она, конечно, присутствует в его переводах. Переводил Джойса и Олеша, за что тоже подвергся соответствующим преследованиям. Его перевод находится все в тех же местах, есть и другие переводчики, но, конечно, следующим таким монументальной фигурой, которая взялась за перевод Джойса, это был Виктор Хинкес, наш знаменитый переводчик, которого мы с вами знаем, в заключении моё поколение, по переводам Голдинга, ну и вот по несостоявшемуся до конца переводу Улиса Джойса. Это была его мечта. Он, конечно, хотел себе вот воздвигнуть такой памятник нерукотворный, говоря словами то ли Горацио, то ли Александра Сергеевича Пушкина. У него даже был, понимаете, как бы заключён договор с издательством «Прогресс», но, конечно, никакого договора не было. Ему все говорили, вот вы переведите вот эту махину, а вот тогда мы, значит, вот с вами заключим договор. Ему действительно давали какую-то работу, что он просто мог жить. Откуда появились, в общем, такие второсортные писатели ирландские в его переводе, как Планкеттс, была мучена и город совершенно вещь не по его ни разуму, ни стилю, ни его таланту. Но это надо знать историю вопроса, откуда вот это всё было. Я очень хорошо помню одну мою встречу. Я с ним была очень дружна. Он очень пил. Он очень пил, уже особенно под конец жизни. почему я ушёл из жизни раньше, чем это могло бы случиться. Я очень хорошо помню, однажды он был у меня в гостях с такой американской, канадской исследовательницей, именно Джойса в Советском Союзе, такая была Эмли Толл. И мы с ней с восторгом обсуждали, вот как издать, как подумать, чтобы это произведение оказалось доступным нашему читателю. А он, Виктор Хинкес, весь вечер просидел на ковре в гостиной вместе с моей маленькой дочкой Дашей и играл с ней целый вечер в лягушку. Он ей принёс подарок лягушку такую зелёненькую. Ну, понятно, почему зелёненькую, цвет Ирландии зелёный. Он ей принёс вот такой ирландский подарок игрушка прыгала, и он учил мою Дашу, которая была, по-моему, то ли три, то ли четыре года, звать эту лягушку Джойс. И когда я его как-то призвала всё-таки пойти с нами поговорить, он мне сказал, Катя, ну ладно, эта американская исследовательница ничего не понимает, но вы же прекрасно понимаете, что мой роман, мой перевод никогда не будет издан в нашей действительности. И я тогда, в общем, наверное, сделала то, чего делать, вообще говоря, не надо. Но это был такой эмоциональный порыв. Я сказала, Витя, если от меня будет зависеть вот хоть столько-то, что ваш роман вышел, я обещаю, что всё, что от меня зависит, я сделаю. Ну, так сложились карты, что действительно от меня кое-что зависело в пору, когда этот роман появился в журнале «Иностранная литература». Но это ещё одна драматическая история. Потому что, понимая, что он не закончит эту работу и понимая, что, наверное, всё-таки труд не должен такой литературный продать, он ещё при своей жизни написал совершенно драматическое завещание, по которому все свои авторские права и все свои наработки в переводе Улиса Джойса он отдавал своему другу, очень известному математику и философу Сергею Харужу, который им закончил этот перевод. Это две разные вещи. То, что осталось от Виктора Хинкеса и перевод Харужева, ну, как вам сказать, одно, с моей точки зрения, осенено действительно высоким переводческим талантом, когда автор, переводчик становится соавтором, соделателем, сотворцом автора, другое очень точное, скрупулёзное, математически выверенное, словесное воспроизведение текста на другом языке. Вот. На самом деле всё, что касается вообще, говорят, Джойса, рано или поздно обязательно приводит к какому-то человеческому конфликту, потому что постепенно с титульного листа у Лис исчезло упоминание Виктора Хинкеса, и остался только один перевод Сергея Харужева. Трудный этический вопрос. Но есть уже издание, где стоит только одна фамилия. Должно стоять, конечно, две. Виктор Хинкес и Сергей Харужев. Вот. Это вот такая история. Насколько это передаёт английский текст, переводы Романовича и Хинкеса передают. Переводы Хинкеса Харужева, они передают, понимаете, вот ту необъятность этой литературной стихии. Очень увлечься этим, ну, довольно трудно. Хотя, понимаете, вот я так аккуратно говорю не потому, что не хочу никого обидеть, а потому, что это очень, понимаете, это очень сложная материя. Вот когда дело в 89-м году дошло до последнего эпизода, понимаете, почему я говорю слово эпизод, а не глава, потому что Джойс называл все свои вот эти главы, традиционно, не традиционно главами, а эпизодами. То есть до того, что в гомеровской структуре называется Пенелопа. Все же эти названия тоже из последнего текста Джойсом были вычеркнуты. Это поток сознания засыпающей Молли Блум. Вот у меня по этому поводу есть тоже своя такая личная история, могу вас ею развеселить. Когда я редактировала вот этот текст, у меня есть такая привычка, я около кровати раскладываю вот свои эти листочки, потому что то ли ночью проснешься, то ли утром проснешься, глядишь, поработаешь. Вот так я разложила эту Пенелопу и отправилась в какую-то командировку в Санкт-Петербург. Вернувшись из Санкт-Петербурга, меня встречал мой муж, который, в общем, был не рад меня видеть, как мне показалось. И когда я спросил, я говорю, Игорь, а что такое приключилось, почему ты какой-то такой недружелюбный? Он мне сказал, ты совсем сошла с ума. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ты понимаешь, что ты приносишь домой. Но я так догадываюсь, что ночью он проснулся, протянул руку, увидел эти мои листочки и стал читать текст. Я ему радостно говорю, так это же Пенелопа. Он говорит, не знаю, это Пенелопа или Навзикая, сказал он, демонстрируя свою литературную грамотность. Я тебе могу сказать, как это называется по-русски. И на самом деле вот в этом диалоге, в этой относительной шутке сокрыт очень большой смысл. Потому что к вашему вот как раз вопросу, насколько это передаваемо? Ну вот из-за чего был такой судебный сыр-бор, в частности, и в Америке, и в Ирландии. Это как раз была вот эта самая Пенелопа. Потому что это называлось одним словом порнография. Ну как вам сказать, по сравнению сегодняшней литературы это невиннейшее произведение. Невиннейшее произведение. Кроме одного, понимаете, наш язык, о чём пишет, наш русский язык, о чём пишет Набоков, в частности, и что прекрасно понимал Лев Николаевич Толстой. Потому что есть ведь черновики Анны Карениной. которые показывают, что, в общем, он тоже бы хотел изобразить и эту сторону женской жизни. А поток сознания Молли Блум, она вот вспоминает все свои любовные похождения, своих мужчин, свои эмоции, свои и так далее, и так далее, и так далее. Повторяю, в современной литературе это кажется невинным такая барышня-крестьянка почти. Вы понимаете, что я сознательно преувеличиваю. Кроме одного, вот когда мы редактировали этот текст, вот как передать по-русски, чтобы это не звучало пошло-омерзительно. Английское make love. Потому что у нас нету эквивалента. Наш язык это не выработал. Из-за этого вот начинаются вот эти все ну сейчас-то уже нет, а тогда, боже, какие же тогда скрещивались понимаете шпаги. На самом деле, вы знаете, вот все-таки отдавая должное тому, что это великая проза при всем том, что вот я сохраняя этот баланс пыталась донести вот до вашего внимания. Когда мне надо было принимать решение, а уже все 17 эпизодов были опубликованы, но нельзя публиковать роман без 18 эпизода. Это как-то все-таки будет нелепо, согласитесь. Но надо было принимать какое-то решение. И вы знаете, я отправилась на дачу, взяла в одиночестве этот текст, который, как вы догадываетесь, я читала 154 раза до этого и по-английски, и по-русски, и как хотите, и поставила перед собой вот такую задачу. У этого же романа нет конца, как вы понимаете, потому что день заканчивается, и следующий день начинается. И вот это магическое повторение «я сказала ему да», «я сказала ему да», это английское «yes», «yes», оно, если текст правилен, то ты, конечно, подчиняешь течению этой реки. Ну, повторяю, я этот текст хорошо знала его содержание. Там есть одна ловушка для читателя. Ты обязательно переворачиваешь эту страницу, ожидая, что за этим последует что-то другое. Но я, вот тот опытный читатель Джойса, который не всю свою жизнь, но большую часть своей жизни посвятила чтению этого произведения, я эту страницу перевернула. То есть, понимаете, как читатель я поддалась вот этому движению, ритму, ну, конечно, и великому сложному обаянию этого текста. Вы знаете, я думаю, что вот вы вопрос, который мне не задаете, я сама себя его задам. А он вообще мой писатель Джойс. Вот 40 лет стоило заниматься таким писателем. Вы знаете, и да, и нет, он не мой писатель. Он меня интересен своей литературной, философской, ну, прежде всего, литературной игрой. Она меня вовлекает, меня вообще всегда, и вот эта игра в литературе, она мне очень интересна. С другой стороны, я думаю, что он очень мне много дал для просто такого многомерного восприятия жизни. Но не знаю, насколько у аудитории есть желание столько времени действительно на это потратить. Другое дело, что его «Дублинцы» это совершенно замечательное произведение, совершенно замечательное произведение, надумаю, что ожидающего новых переводчиков. Потому что этот язык сильно, конечно, уже тоже устарел. Но вы знаете, на самом деле, очень было интересно, вот если в библиотеках вы увидите, есть ведь издание 1937 года дублинцев, в некоторых библиотеках оно есть, оно с вымаранными именами переводчиков. Почему Романович? Его к этому времени уже посадили. И вот когда в журнале иностранной литературы мы решили издать этот томик дублинцев, перед нами встала очень интересная задача восстановить имена переводчиков, отдавая, конечно, им должное. Как? Иных уж нет, никто ничего не помнит, кто чего переводил. И вы знаете, как мы восстанавливали? Мы восстанавливали по одинаковым ошибкам. Это очень интересно, такая текстологическая вот была работа. Совершенно замечательное произведение, которое, может быть, я вам советовала бы просчитать. Это его «Джакомо Джойс». Это абсолютные рильки, это Цветаева. Вообще очень интересно видеть, как его пути пересекаются в литературе с другими писателями. Но я уже ушла от какой-то темы. Пожалуйста, еще вопросы. Есть у нас еще время? Да, пожалуйста. Я хочу спросить, я не знаю, может быть, другие тоже. А потом когда появились, если в зарубежных изданиях, ну, в английском, например, тоже есть ли комментарии, когда появились у нас комментарии, я знала, что вы написали. Первый комментарий это был мой комментарий, это как раз 89-90-е годы. Потом появился комментарий Ихарушева. Английские комментарии, они появились, первый комментарий был Гилберта. это 50-е, начало 60-х годов, неполные. Есть сейчас многотомные просто издания именно комментарии к Улису Джойса. Вы понимаете, для читателя, почему мы считали, что в иностранке необходимо дать этот комментарий, потому что догадаться, что означает этот цвет, какой орган человеческого тела это воспроизводит. Это ведь действительно такая почти схоластическая игра. Ну, не знаю, вещь, наверное, полезная. У меня даже была когда-то мысль отдельно издать эти комментарии, а потом вот я свою энергию направила на эту книгу и снова Джойс. Илья Александрович, пожалуйста. Прежде всего хочу поблагодарить за прекраснейшую просто трактовку этого сложнейшего литературного явления, которым является Джойс и действительно Аулис, я согласен с великими литературоведами и литераторами, это целая литература. И я помню, как в годы института педагогического историко-филологический факультет у нас был, и я, конечно, после первого же упоминания в зарубежной литературе его пошел в библиотеку фундаментальную своего вуза, это МГПИ имени Ленина, увидел, что дублинцы есть, 37-го года издание заказал, и пришла библиотекарша, которая начала меня буквально пытать. Зачем? А с чего это вам он понадобился, а для чего? Я, как опытный студент, сказал, преподаватель рекомендовал. А какой преподаватель? Я говорю, я не помню какой. И вот я до сих пор не знаю от новой дирекции нашей библиотеки, то ли он был похищен там, то ли лежал под запретом, что ни в коем случае не смышленным студентам, филологам его выдавать нельзя. Ну и потом уж, конечно, прочитал в иностранной литературе и в других источниках, и меня стал занимать такой вопрос. Почему Джойса и Улиса, в частности, не заметили все модернисты того времени, начала XX века, футуристы, имженисты и прочее, прочее, а такая классическая, вроде бы, писательница и поэт, как Анна Ахматова, восхищалась, читала его вслух, по-моему, вместе с Гумилёвым, с Мандельштамом. Но это не имеет значения, с Гумилёвым, наверное, и они-то восхищались по-настоящему, понимая, видимо, какая это великая вещь. Вот чем это объяснить? Это замечательно. Во-первых, то, что вы вспоминаете, это ведь на самом деле наша устная литературная история, потому что вот в пору моего студенчества ведь была такая триада Кавка, Пруст и Джойс. Ничего вообще более непохожего, ну, кроме такой периода, когда они писали, да и то, вообще быть не может. Откуда всё это взялось? Это взялось. В общем, это взялось всё оттуда же, откуда съезд писателей, обвиняющих Пастернака и упомянутую Анна Андреевна Ахматова. Всё оттуда же. Жданов произносит свой доклад на соответствующем съезде писателей, где есть эта историческая фраза, что вот эти произведения и у Лиз Джойса, они не помогают строительству Магнитогорска. Ну, как вам сказать, ну, наверное, наверное, просто где имение, где вода. Я сомневаюсь, что барышня-крестьянка и метель, они тоже помогают строительству Магнитогорска. Вот, но или опять что может помочь? Я легко могу привести энное количество резонов, почему это помогает и почему это не помогает. Но вот от этого взялось то, что вы испытали и многие испытали посаженный Романович, погибший Романович, Олеша. Это ведь кровавая история. Трагедия Виктора Хинкеса, переводы Джойса, это абсолютнейшая такая кровавая история в нашей литературе. Вы понимаете, на самом деле, если его сравнивать с Кавкой, ну, нелепое сравнение, Кавка-писатель холодный, Кавка-писатель совершенно твёрдо знающий, насколько ужасен, трагичен, непостижим мир. Суды на чердаках. У Джойса ничего подобного нет. Джойс-писатель, вот если вот отделить вот эту сложность прочтения, он писатель очень тёплый. На самом деле, он насколько стеснялся этой своей, понимаете, человеческой теплоты, что очень многие ключи, которые могли бы нам помочь, он из текста убрал. Вот есть этот знаменитый его эпизод «Циклоп», где изображается такой ирландский национализм очень современные вещи к нашей эпохе, где изображается такой гражданин, исполненный всяких псевдо-национальных, националистических идей. И когда у него идёт спор с одним из главных героев Улиса, то есть с Блумом, Блум ему говорит, что то, что вы говорите за Родину, именно такие ультрапатриотические высказывания, он говорит, да нет, это всё не жизнь для мужчин и женщин, это не жизнь для людей, для людей. А тот ему говорит, а что же тогда жизнь для людей? Он говорит, любовь. Джойс вымарывает эти строчки, чтобы, понимаете, заставить, наверное, нас, ну, чтобы, во-первых, не быть в лоб. Ну, об этом мы говорили в той части, когда традиционная литература со своими представлениями, что такое хорошо, что такое плохо, уходит. И вообще весь этот эпизод Молли Блум, это ведь, ну что, ну это, это песня песней, на самом деле. Это песня песней, которую, ну, пока ещё никто не запретил в нашей действительности. Я вот всё жду, когда запретят пиковую даму. Нет, я совершенно серьёзно после этого эпизода в Иркутске я уже сказала, что надо запретить пиковую даму, потому что это, ну, это же азартная игра. Конечно. Поэтому, в Борстинге с Джойсом. Ну, оставили в стороне эту тему. А вот насчёт вашего очень интересного вопроса, как его воспринимали вот эти все модернисты. Вы понимаете, в чём дело, Александр Ильич? Они его воспринимали как своего учителя. Хемингуэй произносит следующую абсолютную такую эпохальную фразу. Когда исчезли все слова, которыми мы могли изображать мир, появился Джойс с его новым словом. Скотт Фиджеральд, «Великий Гэтсби», «Ночь нужна» и так далее, посещает Джойс в его парижской квартире. Мужчина эмоциональный. И говорит ему, что я могу для вас сделать, господин Джойс? Хотите, ради вас я выпрыгну из окна? Джойс в свойственной ему манере говорит, я и так плохо вижу. Отойдите, пожалуйста, от окна, вы мне заслоняете остатки света. То есть, на самом деле, они его воспринимали как метра. Они всячески ему стремились подражать. Это отдельная история и у Хемингуэя, и со Скоттом Фиджеральдом и так далее. Но гораздо более интересная история – это наша с вами отечественная история. Катаев, всё, что написано по поводу написан Вертер, трава забвения и так далее. Как вы понимаете, ему в те годы были доступны те черновики, ведь я не случайно о них говорила, которые до сих пор находятся в аналогх Комитета государственной безопасности. И когда мы опубликовали Джакома Джойса в журнале «Иностранная литература», если вы не поленитесь и сравните текст травы забвения и написан Вертер, вы увидите непосредственные переклички с этим произведением. Ну, я никогда об этом не говорила, но сегодня скажу. Я послала этот текст автору. И мне было интересно, что если мои предположения несправедливы, он наверняка мне ответит. Если мои предположения справедливы, он возьмет паузу молчания. Он мне не ответил. На самом деле я хочу снять этическую сторону здесь. Это влияние, которое он оказывал. Он оказывал. Потому что, понимаете, мы до конца это влияние даже не можем проследить, хотя сейчас это только вопрос усилий, времени и так далее. Потому что вот есть в русской литературе такой роман, который называется «Мальчик» Сергея Боброва. Сергей Бобров, ну, писатель не первого ранга, но существующий этот роман. Это муж Марии Павловны Богословской Бобровой, которая перевела на русский, к вопросу о переводе, портрет художника в юности. И пока она переводила это произведение, которое никто не собирался печатать в это время из-за Романовича, оно лежало у нее в писаном столе, они дома вместе с ее мужем изучали этот текст Джойса, откуда появляется русский портрет художника в юности. Поэтому влияние огромное. Анна Андреевна Ахматова и Мандельштам. Ну, вы знаете, это фонтанный дом, это фонтанный дом, он, то есть, вернее, они читают Улиса Джойса, Улиса Джойса по-английски. Ну, Анна Андреевна человек более терпеливый, наверное, Осипа Милле человек совсем нетерпеливый, который очень быстро произносит, ну, произносит все то, о чем мы с вами говорили, что это прочитать нельзя, это невозможно. И Анна Андреевна произносит, знаете эту цитату, или напомните, она произносит совершенно удивительные слова. У вас было мало времени, чтобы понять, про что этот роман, а у меня его было слишком много, и постепенно все начало проступать, как на старой фотографии. Нужно терпение. Но это не все. Если когда-нибудь вот вы действительно осилите этот текст, даже если не осилите, просто придете и откроете некоторые эпизоды Улиса. Вы там увидите, не так, если вы откроете поэму без героя, Анна Андреевна Ахматовой, и откроете соответствующие тексты Улиса, вы увидите, что некоторые эпиграфы взяты из Улиса. Какие? Они все посвящены проблеме матери и сына. Помните то, что я говорила вначале, то, что преследовало Джойса до конца своих дней? Анна Андреевна, Лев Гумилёв, вся история семейная. Это, конечно, фантастический эпиграф, который она берет из Джойса. Ты не оставишь мать сиротою. Это, понимаете, какое же нужно было видеть, иметь глубокое понимание этого текста и смысла, чтобы вот из этого текста это взять. Поэтому вопрос о его влиянии вообще, понимаете, оно настолько было мощным, что его даже трудно выделить вот такими, понимаете, какими-то бликами. По отношению к каждой национальной литературе, нашей, это всегда очень интересный вопрос, как текст, как перевод, как на коне... Но вся эта история знаменитая со Всеволодом Вишневским, она же поразительная история. Значит, в соответствующие годы Всеволод Вишневский своей вот кожанке, тушурке, кожанке отправляется в славный город Париж, как представитель нового государства. Как ему, как такую, ну, как сказать, раритет и диковину города Парижа обещают встречу Джойсу. Он приходит в квартиру Джойса, Джойс уже практически ничего не видит. Это на самом деле ведь не фигура речи, он действительно ничего не видел. и Джойс ведь ощупывал приходящего, он его ощупывал руками, чтобы вообще понять, кто перед ним. То же самое произошло и с Сергеем Эйзенштейном, когда он у него был. Он вот его ощупывает и говорит ему в свойственной ему манере, молодой человек, ну, типа того, что он сказал Скорту Фитджеральду, отойди, и так ни черта не видно, вот ты со своими выбрасываниями из окна. И он говорит, молодой человек, зачем вы ко мне пришли? Мои произведения запрещены в вашей стране. И все Владвишневский парирует, совершенно замечательно, он говорит, вы ошибаетесь, господин Джойс, мы вас переводили с 25-го года. И это правда. Первые переводы Джойса появились в Советском Союзе в 25-м году. Это другое дело, что потом произошло с Магнитогорском, с Аждановым и так далее. Потому что, понимаете, это другая, это вся та же история, но другая история. Вот еще одна. Это уже у нас что? Это такой соцреализм, судя по всему, оптимистическая трагедия. Хотя, наверное, если начать внимательно вообще все это рассматривать, мы там с вами много чего найдем скрытого и интересного. Потому что, конечно, вот эта его встреча, о которой он потом все время вспоминает, она не могла на него не произвести впечатления. Другая вещь – это, конечно, все, что связано с Эзенштейном. Он ведь успел сделать полную раскадровку у Лисса. И когда он был у Джойса все в том же Париже, Джойс задал ему вопрос, «А что вас, собственно говоря, интересует в моем произведении?» И Сергей Эзенштейн произносит великие слова «Монтаж». Как жизнь может быть передана способами искусства. Понимаете, я вам выхватила только несколько примеров. Но, согласитесь, очень не с моей точки зрения любопытных, а они просто существуют в истории литературы. «Счастливое современное поколение, которое может спокойно читать у Лисса Джойса, размышлять, насколько хороши его стихи, насколько они вторичны». Вы знаете, и последнее, вот что по этому поводу, в Дублине была совершенно поразительная выставка, посвященная какому-то очередному юбилею Джойса в Национальной библиотеке. И мне довелось ее увидеть. Вот занимаешься 40 лет, а такой простой вопрос себе не задаешь. А он вообще на чем писал? Ну, как он скажет? За письменным столом ответит любой маломальский грамотный человек. Правда? У него не было письменного стола. То есть он, наверное, был где-то, но он никогда за ним не писал. Он за ним не писал, во-первых, потому что слепому человеку очень трудно писать, наверное, за письменным столом. А во-вторых, понимаете, само восприятие мира вот этих бесконечных путешествий, перемещений. Он писал на чемодане. Он писал на чемодане на вот таких малюсеньких листочках бумаги, которые потом он пришпиливал к стенке. И из них монтаж потом создавал вот эту картину мира. Надо сказать, что вот эта комната, которую они воспроизвели, по-моему, это комната в Цюрихе. По-моему, да. Нет, в Трие. Или в Цюрихе, или в Триесте. Но это в случае уже последние его годы. Это производит, конечно, очень сильное впечатление, потому что это бедность. Он ведь никогда не был богатым человеком. Откуда он мог быть богатым человеком? Потом, те деньги, которые он когда-то зарабатывал, он ведь, о чем он тоже никогда толком не писал. Он, знаете, кому отдавал? Он отдавал на спасение евреев фиши. Вещь неафишируемая, потому что то, что всегда известно про него, это то, что вот он едет с его таким литературным секретарем Фрэнком Батчином, по Париже они проезжают памятник к неизвестному солдату. Некрасимый огонь. И Фрэнк Батчин, видимо, ему задают какой-то вопрос, вот как он к этому относится, на что Джойс в свойственной ему манере говорит, у меня есть одно желание, чтобы неизвестный солдат поднялся из своей могилы и потушил этот огонь. Вот это воспроизводится. Понимаете, это ирландский ирландский ирландский. Потому что если это сравнить с тем, что одновременно человек делает, то где-то надо найти этот баланс. Так вот, эта комната, какие-то раскиданные предметы, чулки, женские подвязки, вообще такая, знаете, неопрятность, которая заставляет вспомнить, из какого сора вот они растут. Из какого сора действительно вот все это возникает. На меня это тогда произвело очень сильное впечатление. Понимаете, при такой громаде упорядоченности у Лиса вот такая жизненная неряшливость, почти сознательная. А на этой выставке как они представили поток сознания Молли Блум? Это совершенно удивительная вещь. Стекло, по которому бесконечно течет вода. И шепот. То есть она вот, женский голос читает этот текст. Понимаете, ну, такое вот визуально-эмоциональное представление. Ну, задайте мне еще какой-нибудь вопрос, а то что-то я разговаривалась. Пожалуйста, да. Во-первых, расскажите о его родителях, а во-вторых, расскажите, есть ли какая-нибудь книга, которая более легко читается, чем этот Улис? Вообще? И можно взять в библиотеке, чтобы это был современный текст. Ну, вы знаете, если вы меня спросите, какая книга вообще легче читается в мировой литературе, то я вам... А я не поняла, простите, я просто не поняла, извините меня ради Бога. Нет, я этого не говорила, и с удовольствием я просто не услышала до конца вопрос, простите меня, пожалуйста. это, конечно, дублинцы. Это, конечно, дублинцы. Дублинцы существуют в различных сейчас изданиях. Простите? Можно взять, можно купить, они продаются, и в нашей библиотеке они существуют, несомненно. Это уже массовое издание, абсолютно любому нормальному читающему человеку доступно. Это, знаете, что такое? Это, как я уже сказала, Антон Павлович Чехов. Это Антон Павлович Чехов. Они совершенно параллельны Антон Павлович Чехов рассказы и рассказы дублинцы. Это вещи очень схожие. Другая вещь, которую спокойно можно прочитать и не чувствовать себя литературно ущербным, это роман, который я упоминала портрет художника в юности. Он тоже существует в отдельных изданиях, он существует в журнальном варианте, он существует в библиотеках. Это вот то, что я смело рекомендую. Понимаете, эти произведения на самом деле, они все равно дают представление о том, что это записатель. Вот ответ на вторую часть вашего вопроса. Если я первую часть правильно услышала, вы меня что-то спросили о родителях. Ну, что вы были вообще в родителях? не знаю, потому что он отказался, отказал матери вы знаете, что очень... Нет, ну, знаете что, это отдельная вообще история, вся история его биографии. Давайте я... Можно, все можно, можно и коротко, и длинно. Он, вот когда вы будете читать, если будете читать Дублинцев, там есть его великий рассказ, тоже упоминаемый Андрея Андреевна Ахматовой не раз, это рассказ мертвый, этим кончается сборник. Там есть описание знаменитого рождественского обеда в Дублине, то есть в городе, где Джойс родился и где он прожил свою молодость. Этот как раз рассказ, этот эпизод показывает, что это была за семье. Мать его была такой очень строгих правил приверженца католицизма. И откуда его образование в езуинском колледже, о чем мы говорили. Отец его был известен в городе Дублине своими, понимаете, такими революционными идеями, он нам принадлежал в число тех, которые всячески стремился к независимости Ирландии от Великобритании. У него был совершенно замечательный голос, который Джойс у него и унаследовал. Он таким, у него был тенор. И он, вообще говоря, больше ему нравилось не столько работать и зарабатывать на жизни своим многочисленным детям, сколько проводить время в различных компаниях, где он спевал всякие ирландские песни, спорил на всякие политические темы и вообще удачно промотал все то небольшое состояние, которое было у семьи Джойсов. Поэтому для маленького Джойса и для его брата, которого мы упоминали, была такая типичная картина. Они все время переезжали из одного места в Дублине в другое, но стремясь к более дешевой квартире. На самом деле то, что я выхватила из его биографии, это действительно очень существенно, потому что он вырос в семье, которая как ячейка воспроизводила это ирландское общество. Католическая страна, которая в общем остается и по упору, и страна, которая так долго и так драматически искала свою независимость. И вот этот конфликт, который был в семье, католическая сторона считала, что все пускай будет как будет, и сторона его отца, который стремилась к этой независимости, она приводила к очень таким драматическим взрывам за тем же рождественским столом, который я упомянула. Вот его такая биография. Он получил очень хорошее образование, очень хорошее образование, но, как я уже и говорила, у него была фантастическая способность к языкам, он знал даже частичный русский язык. У него было, вероятно, он был наделен вот такой удивительной лингвистической памятью. Уехал он из Ирландии 16 июня 1904 года, но те, которые немножко знают его биографию, они знают, что вот это есть знаменитый Блумсдей. На самом деле, если вернуться к тому, о чем вы меня и спасибо, что спрашиваете о биографии, этот день очень важный в его биографии Джойса, потому что в этот день он встретил свою невенчанную жену, а именно Нору Барнакль, которая его привлекла не только тем, что она была хороша собой, хотя представление о женской красоте, конечно, разница от эпохи в эпоху, но и своей фамилией, потому что Барнакль это раковина, которая прикрепляется к пароходу, вот эти раковины, которые, ну, как моллюски, поэтому ему, не знаю, как это сказать лучше, да, и поэтому ему очень понравилась его, ее фамилия, ну, как человеку, который все время ищет в слове какие-то двойные смыслы, это не могло не понравиться, но Барнакль была дочерью булочника в Дублине, она не была ни Гертрудой Стайн, литературной дамой, которая владела знаменитой лавкой Шекспир и компании, которая много чего хорошего в Париже сделала потом для Джойса, она была миловидная ирландская девушка, не отличающаяся никакими интеллектуальными способностями, которая может быть легко отнесена в тот список тех, которые никогда у Лиса не то, что там не прочитали, они этот роман даже и не открыли, хотя Нора Барнакль и многие эпизоды, в том числе и интимные, жизни Джойса с нею, они, конечно, вошли в Улисс, в том числе и в тот эпизод, который мы с вами понимали, Пенелопа. Значит, 16 июня 1904 года Джойс предлагает Норе Барнакль, девушке из хорошей католической семьи, просто взять и уехать с ним из Ирландии, потому что в Ирландии он жить больше не хочет, и Ирландия ему ни по душе, ни по тому, ни по другому, он с ней совершенно не собирается ни венчаться, ни ничего, они, по-моему, официально зарегистрировали брак только за несколько месяцев до ухода Джойса из жизни. Но весь этот день, 16 июня, который изображен в Улиссе, он имеет и такую биографическую основу. Встреча с Норой Барнакль и отъезд из Ирландии практически навсегда. Он больше туда никогда не приезжал. Ну вот, это если коротко, на самом деле, если это интересно, его биография вполне заслуживает. Простите? И фильмы по этому поводу есть хорошие. И я надеюсь, что, может, когда-нибудь выйдет и наш отечественный фильм, посвященный Джойсу, где как раз история и перевода его биографии описывается. Ну, последние вопросы, на это, наверное, надо уже прощаться. Вы уже не хотели публиковать его работу. Вы знаете, вы просто задаете замечательные вопросы. Спасибо вам большое. Жил он на следующее. Ему помогали его литературные почитатели. В частности, фигура, которую, конечно, мы знаем из истории литературы, это Эсра Паунд, который в это время печатался, и он Джойсу переводил какие-то деньги. Вы знаете, вопрос очень хороший, на самом деле, довольно трудный, трудный, потому что, если отвечать на него подробно, то надо сказать, что когда дело дошло до того, что нужно было помочь кому-то из начинающих литераторов Ирландии, скажем, такому ирландскому писателю, как Шон Уфаулейн, который попросил помощи Джойса, Джойс от этого ушел. Понимаете, из него никакой, так сказать, иконы человеческой, что он был вот таким замечательным, добрым, отзывчивым, милым, это все абсолютно не категории, относящиеся к нему. Но он жил так же, как жил наш с вами Николай Васильевич Гоголь, который, если вы почитаете его письма из Рима, о чем он пишет? Когда вы мне переведете деньги, когда вы мне пришлете деньги, кто мне поможет средствами и так далее, это судьба литератора, это судьба литератора. У Джойса эта судьба была еще отягчена тем, что его произведения действительно, нам это очень трудно сейчас представить, они были запрещены. На самом деле, его улицы ведь сжигали в Ирландии. Откуда такое нежелание вообще оказаться в стране? Ведь, понимаете, на самом деле вопрос, который, наверное, наиболее точен. А вообще, про что он пишет? Ну, кроме вот этой всей мифологической схемы. И про любовь. И про любовь. Роман его и про любовь. Он пишет о том, что в городе Дублине живут три человека. Один, который чрезвычайно похож на самого Джойса, это Стивен Дедал, который тянется из романа «Предшествующий портрет художника в юности», такой разносчик рекламных объявлений Леопольд Блум и вот его жена певичка Молли Блум. И вот они все странствуют по этому городу. Их пути бесконечно пересекаются. Но на самом деле ни о чем другом в своей жизни, кроме как об Ирландии, о Дублине, о всех тех людях, которые он знал в Ирландии, он никогда не писал. И когда он писал своего Лиса, он присылал в Дублин письма с вопросами, сколько времени займет поездка на конке, скажем, от такого места до такого места, он хотел сделать то, что он, наверное, и сделал. Он говорил, если Дублин когда-нибудь разрушат, его можно будет восстановить по моим книгам. Уехал, изгнание, ни о чем другом он никогда не писал. Это было вот такой, ну, не понимаете, дань, ну, я боюсь сказать слово любви, но такого вот привязанности литературной к своей родине. У вас вопрос? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Если отмечать Блумсдей в Дублине 16 июня, то как лучше окунуться, пройти по маршруту Леопольда Блума или, может быть, в библиотеке, где вообще самое массовое духовное скопление? Вы знаете, что это все места, это, конечно, все места, все места, но не все места, потому что, скажем, квартал публичных домов последние эпизоды, его уже нету, он уже снесен перестройкой города. На самом деле, вот вы задали этот вопрос, мне хотелось сразу вам сказать, прежде всего, нужно одеться в наряды эпохи. И когда вы увидите в городе Дублине вот наш Саша Хангельский, наш Александр Хангельский тем временем, когда мы с ним как-то были вот в Дублине по этому поводу, первое, что он сделал, он себе купил что? Соломенную шляпку Леопольда Блума и в ней вот расхаживал по этому городу. Вы знаете, он оживает этот город, действительно, времен Джойса, читают, поют, танцуют, очень забавная вещь, вся эта музыкальная стихия, которая так сильна в самом Улиссе. Очень интересное место, это, конечно, Мартелла Тауа, то есть, с чего начинается весь роман, когда вот этот Бак Маллиган или Бык Маллиган, как его в переводе величают, он появляется на вершине этой Мартелла Тауа, башни, где они живут вместе со Стивеном, но это вот тоже одно из... Понимаете, весь город воспроизводит роман и живет целый день этим романом. На самом деле, то, что произошло у нас в минувшем году, когда вся страна читала что? Анну Каренину, да? То это, на самом деле, абсолютный сколок с того, что делается на протяжении уже многих-многих лет с Улисом. 16 июня читают Улис с начала и до конца. Ну, в общем, это предприятие занимает ровно сутки. Но меня как-то пригласили почитать, по-русски и по-английски. Вы знаете, это непростое предприятие, оказывается, так что нужно попасть в какой-то ритм читающих. Вот такое оживление литературы голосами ирландскими, международными и так далее. Простите? Ну, как же, у нас есть замечательная постановка, которая идет в театре на Малой Бронной. Очень вам советую ее посмотреть. Она очень хороша. Ну, я не знаю, я не знаю, чтобы ее сняли. Она очень хороша. Она идет почти четыре часа. Ну, потому что все-таки эту махину надо куда-то вместить. Там очень удачно передан и последний эпизод. И очень удачно передано вот это, понимаете, постоянное движение героев. Они все время все пересекаются, создавая вот этот смысл общей и такой разной жизни. Очень советую вам посмотреть. Это действительно вполне стоящая вещь. Очень неплохая вещь. Это новые переводы поэзии Джойса. И сейчас я знаю, что есть такие музыкальные начинания, когда вот их начинают исполнять наши вот певцы. Да не за что, абсолютно. Пожалуйста. В истории Ирландии огромную трагическую роль играл голод. И голод. И голод, конечно. Очень большое значение. Есть ли отражение в творчестве Джойса? Конечно. В Улиссе есть. Должно быть, конечно. Конечно. Это несомненно. Пожалуйста, дальше. Это вот один вопрос. Второй я хотела бы узнать. Само слово «улис» имеет очевидно ирландское, ирландские корни, да? Но я ошибаюсь. Имеет ли английский смысловой перевод этого слова? Вообще, что можно? Какие замечательные вопросы? замечательные вопросы. Значит, насчет голода. Вся ирландская история, голод, национально-освободительная борьба, восстание, знаменитая Пасха, да? Все, 16-й год, все отражено в «Улисе». Только оно отражено не в жанре «Лев Николаевич Толстой, подробное описание». Оно отражено вот в этих аллюзиях, воспоминаниях. Скажем, идет Блум или Стивен мимо чего-то. И вот это что-то, какое-то здание, оно у него вызывает, как у нас, вызывает какую-то ассоциацию. И дальше тянется вот целый пласт ирландской истории. Ирландская история, английская история, мировая история, та, которая была ему существенна для Ирландии. Это все имеет место в «Улисе». Это эпохальное, в том числе и историческое повествование, только поданное в такой, понимаете, совершенно неожиданной форме, через поток сознания, через восприятие. Это вот ответ на первый ваш вопрос. Отличный вопрос вообще, что это за диковинное название «Улисс». И почему в простоте нельзя было назвать это «Одиссей», правда? Потому что если взято за основу произведения Гомера «Одиссей», так и назови это «Одиссей». И на самом деле его герой Блум, он ассоциируется по замыслу Джойса с «Одиссей». Вот это бесконечное, бесконечное, бесконечное странствие. И все это его любовные истории, в том числе «Одиссея», скажем, «Навзикая», «Остров», «Грот», «Венера» и так далее. Это всё препарировано и подано и в романе только через восприятие самого Джойса. Откуда берётся это слово «Улисс»? Он человек лингвистических способностей. Он, понимаете, он не хочет отчётливого указания. Он хочет, чтобы мы немного, ну, как ваш вопрос, подумали, а зачем это? Потому что первоначально это и называлось «Одиссей». Ещё очень интересно писалось на черновиках романа «Одиссеус». И Хаксли, один из современников Джойса, английский писатель, он объяснил, что, собственно говоря, он первоначально хотел. Этимология, то есть происхождение, лингвистическое слово «Одиссей» «всякий бог», если это перевести с греческого. Джойс уходит от этого. Он даёт нам какое название? «Одиссей», римское, «Одисс». Да? Тем самым, понимаете, он всё время хочет, чтобы мы были сработниками этого процесса. Например, вот я уже упомянула сейчас его литературного секретаря. Откуда вообще этот литературный секретарь взялся? Он же не мог ходить по улицам один. Он просто ничего не видел. Поэтому у него был литературный секретарь, которому мы должны быть чрезвычайно полезны, благодарны. Это такой Фрэнк Батчин. И Джойс, вот странствую с ним по разным улицам, он ему много чего интересного наговорил. Например, почему он выбирает этого улица Одиссея? Что других, что ли, персонажей в мировой литературе нет, на которых можно было бы построить не менее увлекательную историю? И он отвечает. Почему? Он говорит, я не выбираю Гамлета, потому что он только сын. У него нет опыта общения с женщиной. Я почти точно цитирую. Я не выбираю Иисуса Христа, потому что у него нету того же опыта семейной жизни. и постоянно за ним существует фигура Демиурга. Я не выбираю Фауста, потому что он не самостоятелен в своих решениях около него и рядом с ним все время маячит, цитата точная, фигура Мефистофеля. Я выбираю Одиссея у Лиса, потому что он и сын, он и муж, он и любовник, он и первый изобретатель в Европе, потому что не все ли равно танк или деревянная махина, начиненная воинами. То есть он дает, понимаете, но это все происходит уже потом. Сначала он нам предлагает вот такую конструкцию. Ну, может быть, если вы мне позволите, он очень хорошо знал русскую литературу, удивительно хорошо знал. И когда мы говорили здесь о Лермонтове, герой нашего времени, откуда он берет название своего романа, он берет от Михаила Юрьевича Лермонтова и дает более того очень интересную интерпретацию Печорину все в тех же вот заметках в разговоре с Фрэнком Байчином. Он хорошо знал Пушкина, читая его по-английски. И, в общем, был одним из первых, который очень аккуратно произнес то, о чем потом будет прямо говорить Набоков. Untranslatable. Не переводим. Не переводим. Но, тем не менее, он хорошо это знал. Он очень хорошо знал Чехова. Более того, понимаете, он настолько, видимо, чувствовал родство с Чеховым, что он как бы даже уходил от того, насколько Чехов мог на него литературно и повлиять. Он, понимаете, эта фигура настолько Лев Толстой. Лев Толстой. Ведь это действительно удивительная вещь. Улисс. Поминки по Финнигану. Конец жизни. Он ведь загорел за три дня от проводения язвы. Вот он пишет, это совершенно замечательное стихотворение «Семь младенец». Понимаете, оно такое простое, что вообще непонятно, как его можно было написать после вот этой Вавилонской башни поминок по Финнигану. Поминки по Финнигану имеют, по-моему, около 25 вариантов. Первый вариант прозрачен, читай, не хочу. Все понятно, что происходит. А дальше начинается это усложнение, 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 усложнение. Можно это понять? Можно. Знаете, каким образом? Слушая, как он сам это читает, это волшебно. Когда он читает это сам, то здесь вот к этому звуковому ряду присоединяется этот ряд его собственного звучания и интерпретации, и все становится понятно. И тем не менее он пишет это простое стихотворение. И дальше он пишет эти замечательные слова, что самое великое произведение мировой литературы это притча Льва Николаевича Толстого. Поэтому, тем не менее, все-таки он не требует ни оправданий, ни обелений, он не требует это феномен мировой литературы, к нему можно как угодно относиться. Как угодно. Знаете, я же вам не предложила текст, который является панигириком, восхвалением Джойса. Напротив, книга, которую нельзя прочитать и без которой нельзя представить. Но вот заканчивая нашу сегодняшнюю встречу, я тоже хочу вспомнить Леонид Николаевича Толстого, а именно «Живой труп». Вы помните, что говорит Федя Протасов, когда ему задают вопрос, а что ему было нескладно со своей красавицей женой? Помните, что он отвечает? Он отвечает, я не предлагаю играть на литературную викторину. Он отвечает, все было хорошо, кроме одного, игры не было. Понимаете, вот на самом деле Джойс – это очень интересная литературная, интеллектуальная игра. Насколько эта игра соответствует нашим литературным вкусам, абсолютно не обязательно. Я думаю, что на ночь глядя, я буду читать на ночь глядя дублинцы Джойса. Я вряд ли просто открою и начну без надобности какой-то литературной перечитывать Улиса. Плохо я представляю такую ситуацию. Плохо, честно вам говорю. Но, тем не менее, это существует в литературе, следовательно, нам, но, в общем, и людям, находящимся, у нас же такой особый год, год литературы, который движется. Интересно посмотреть на различные аспекты, грани этого действительно феномена литературы. Я вас утомила очень. Простите, пожалуйста. Я готова. Слушайте, слушайте. У нас даже можно еще один вопрос? Можно, конечно. Спасибо. Маленький и легкомысленный пусть будет вопрос. Давайте, Александр, легкомысленный вопрос. Мне хочется, чтобы вы ответили, может быть, даже совсем просто, да или нет. Мне кажется, и я на своем жизненном опыте испытал, его читать «Улиса» лучше всего вслух с любимой женщиной. Вы знаете, Александр Ильич, я, конечно, могу ответить легко шуткой. Да, наверное. Вы знаете, не думаю. Не думаю. я думаю, что его хорошо читать, как его читали в Цюрихе, в литературных кружках. Цюрих – это последнее место, где он жил, Джойс. Читали вслух его эти эпизоды, обсуждая, комментируя, изощряясь и упражняясь в интерпретациях. Ну, наверное, понимаете, с любимой женщиной эпизод Навзикая не убеждена, что вы захотите читать с любимой женщиной. Ну, опять-таки, это зависит от того, какая степень интимности может существовать. Это, на самом деле, вещи, о которых он говорит. «Но вот сейчас я знаю, что одно издательство, я небольшая поклонница этого, но тем не менее существует, будет издавать его любовную переписку». Это, опять-таки, для 21 века это все детские игрушки, но это, вообще говоря, такая сильная секс-бомба. Он ведь был человеком, который постоянно эту свою нору Барнакля ревновал. Он все время его подозревал в каких-то романах, которых, вообще-то говоря, не было. Ей было не сильно до этого. Сейчас скажу, почему, вопрос о биографии. Он их все время выдумывал. Они должны, то есть он видел причину, нет, он видел толчок и придумал, что вокруг этого можно, понимаете, настроить. Вот сейчас это собираются издать, но все имеют право. Почему Нори Барнакль было не до романов? У него, у Джойса и у Нора Барнакль было двое детей. Один из них жив до сих пор. Это Стивен Джойс живет в Париже, человек малоприятный, который испортил нервы очень многим людям, которые пытались что-то воспроизводить из наследия Джойса. Слава Богу, в том году это все закончилось, все произведение Джойса находится в паблик-домейн, то есть в общественном доступе. А так за каждую цитату Джойс это были страшные совершенно муки связанные с Стивеном Джойсом. И дочь Лючия Джойс. Лючия Джойс была она недавно умерла, ну как недавно, лет 5-7 назад на юге Англии в одного из сумасшедших домов, хороших сумасшедших домов Великобритании. она страдала очень тяжелым душевным заболеванием. При виде незнакомых людей, в основном при виде незнакомых мужчин, она выкидывалась из окна. Поэтому Джойсы всегда стремились снимать квартиру, жилплощадь, на первых этажах, но чтобы избежать хотя бы вот этой травмы. Джойс, мы помним, что он отринул католицизм, церковь и так далее. Он, тем не менее, воспринимал эту болезнь Лючи и Джойс как наказание хорошо, да, для человека, который все отринул, сказал, не верю, нон сервием, не служу и так далее. Как наказание за своего Улиса. Откуда взялась эта душевная болезнь несчастной Лючи и Джойс? Она взялась скорее к вашему вопросу. Кто вокруг него обретался? Вот возле обретались все литературные фигуры XX века. А именно, легко догадаться, его литературный первый секретарь Сэмюэль Беккетт. Сэмюэль Беккетт был литературным секретарем Джойса, великий модернист, автор, драматург, который ставит и наши театры, последняя лента Крэпа и так далее, и так далее, и так далее. Он был первым литературным секретарем Джойса. И в него влюбилась Лючи Джойс. А он взаимностью ей не ответил. Оттуда развелась его страшная совершенно болезнь. Но вообще отношение Джойса Сэмюэля Беккетта, а дальше линия у нас продлится кому? Антону Павловичу Чехову, три сестры. Это вообще совершенно отдельная, очень интересная история, потому что, конечно, три сестры Антона Павловича Чехова с таинственным воззванием в конце в Москву, в Москву, в которую никто никогда не доедет, и этот такой негативно открытый конец, это вовсе никакое не восхваление нашего будущего, того будущего, это, понимаете, тупик жизненной истории. И на самом деле, когда я видела одну из постановок Любимова в театре на Таганке, может быть, кто-то из вас видел, она была очень такая дерзкая, бекетовская, или почти Джойсовская, когда герои моют руки, из рукомойника течет не вода, а другая жидкость, кровь. Это уже, понимаете, по-модернистски, но это уже какая-то отдельная история, так что я рада, если, во всяком случае, тот текст, который я представила вашему вниманию, он позволил нам на эти темы поговорить. Спасибо большое. А где наши книжки, которые нет? Книжки, здесь, да. Спасибо большое. Ну, я так думаю, что теперь-то эта книга будет прочитана той публикой, которая у нас здесь представлена. Вы знаете, я, у нас уже появилась такая традиция, мы награждаем лучших читателей, у нас здесь еще одна традиция появилась, когда у нас проходит какое-то мероприятие, знаете, уже стали появляться семьи, и наши читатели стали все молодеть и молодеть. Мы, естественно, этому очень рады, мы хотим нашего самого юного сегодня зрителя наградить за его прекрасное сегодня присутствие, не хочу даже говорить, поведение. Иди сюда, малыш. Ой, боже мой. Вот это да. Так внимательно участвовал в нашем сегодняшнем разговоре. Мы тебе подарим вот такую книжку, там есть еще задания, самоделки. Пожалуйста. Прости, пожалуйста. Молодой человек, как тебя зовут? Тебя зовут Даня? Дань, ты знаешь, что я тебе хочу предложить? У того писателя, про который вот взрослые люди сейчас говорили, есть замечательная детская сказка, которая называется «Кошка и черт». Вот мы немножко подумаем, мы ее обязательно переведем и давай посвятим тебе. Как ты к этому относишься? Хорошо. Замечательно. Вот, замечательно. Да, к вопросу о том, можно ли почитать, вот все, что у нас есть в библиотеке, представлено на этой выставке, сейчас эти книги вернутся обратно на полки, вы сможете их посмотреть, там, к сожалению, одна книжка не та затесалась, Джеймса Джонса кто-то еще поставил, но это уже просто, наверное, по инерции здесь и на русском, и на английском, и вы знаете, да, мы книги дарим людям, которые действительно... А вот то, что поставили Джонса, это на самом деле очень хорошо. Знаете почему? А какие ассоциации у вас вызывает фамилия Джойс? Радость, конечно, сначала Джойс. Радость. Потому что тот фильм, который, дай бог, когда-нибудь будет снят, он так и называется «Радость любви к Джойсу». По-английски это звучит «for love of loving Joyce». Поэтому, понимаете, то, что вот эта фамилия начинает путаться с одноименными, это вполне в Джойсовском стиле, так что никого не обвиняем. Так что все у нас получилось в стиле. Мы как раз вот вчера буквально на заседании нашего клуба говорили о том, как читать, можно ли прочитать, и что лучше читать по-английски, вообще читать в оригинале те книги, которые у нас существуют, в переводах, все-таки действительно лучше в оригинале. И вот эти книги, которые нам предоставила любезная Екатерина Юрьевна и издательство «Руду Мино», да, «Руду Мино», я хочу вручить сегодня двум обязательно читателям. Нина Андреевна, это вам за ваш чудесный вопрос. Спасибо. Спасибо. И девушке, которая у нас часто бывает на наших встречах, которая сегодня не задала ни одного вопроса, но, видимо, была так этим заинтересована, так что я считаю, что вы по праву заслужили эту книжку, этот подарок. Екатерине Юрьевне, мы хотим подарить афишу нашего сегодняшнего мероприятия, нашего разговора. Большое вам спасибо. Я надеюсь, что мы найдем еще какие-то замечательные темы и повод встретиться и побеседовать. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо.